Привет друзья! Многие знают Сергея Горобченко как известного актера, сделавшего успешную карьеру в кино и театре. Герой комедий, боевиков, мелодрам и театральных постановок, обладающий лучезарной улыбкой среди своих поклонниц, много лет пользуется славой сердцееда российского кино. Однако о том, что сердце Сергея трепетно держит в руках одна единственная и неповторимая, и то, что он является отцом восьмерых детей, знают лишь преданные поклонники. В российский кинематограф актер Сергей Горобченко буквально ворвался в начале 2000-х. Яркие образы, созданные им на экране, запомнились зрителю сразу и надолго. И совсем неудивительно, что его личное обаяние, лучезарная улыбка, мужественность и искренность сыгранных им ролей, завоевали сердца зрителей как женской, так и мужской аудитории. Однако на первое место артист всегда ставил свою семью, посвящая ей каждую минуту свободного времени. Ну, а работа актера, по признанию самого Сергея Горобченко, это лишь способ обеспечить достойную жизнь своей любимой и детям. Родился Сергей в 1972 году в городе Североуральске, что в Свердловской области, Екатеринбург, в обычной советской семье. Его отец работал водителем, а мама – инженером-экономистом. Мальчик в детские годы абсолютно не выделялся актерским талантом, хотя в школе учился хорошо, увлекался спортом, играл в волейбол и футбол. А еще родители настояли на том, чтобы сын посещал музыкальную школу. Правда, музыка не приносила подростку удовольствия, поэтому очень скоро он начал прогуливать занятия, а затем и совсем забросил. Тем не менее, именно занятие музыкой и развило в Сергее творческие наклонности. Получив аттестат, будущий актер поступил в Ленинградский государственный горный институт. Однако юноша вскоре понял, что это не та специальность, по которой ему хотелось бы проработать всю жизнь. И, проучившись три года в горном, он забирает документы и относит их в Институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. Горобченко неожиданно даже для самого себя блестяще сдал экзамены и стал студентом вожделенного театрального вуза. Будучи еще студентом, парень подрабатывал танцуя эротические танцы в ночном клубе. Эта работа, кроме умения красиво двигаться, помогла Сергею избавиться от боязни публики. В 2000-м Сергей поступил на службу в Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Акимова и параллельно участвовал в антрепризах Михаила Боярского. Это была хорошая школа актерского мастерства для начинающего актера. Разумеется, что симпатичный парень ростом под два метра с обаятельной улыбкой всегда имел успех у женщин. Поэтому и он нередко увлекался. Однако на втором курсе наш герой всерьез влюбился в однокурсницу, будущую актрису Александру Флоринскую. Их чувства были взаимными и вскоре молодые люди решили жить вместе. Сергею тогда было уже 25 лет. Вскоре у молодой семьи родился сын, которого назвали Глебом. Их гражданский брак просуществовал всего шесть лет, за которые супруги не научились уступать друг другу, находить компромисс и слышать доводы друг друга. Ни мира, ни согласия в доме не было. Любая попытка спокойно обсудить ту или иную ситуацию заканчивалась грандиозным выяснением отношений, что вносило еще больше разлад и хаос. Вымученные и опустошенные такими отношениями супруги решили расстаться. Тем не менее, Сергей и Александра после расставания смогли сохранить дружеские отношения. И отец в будущем всегда активно участвовал в воспитании сына. К слову, после развода Флоринская практически сразу снова вышла замуж и уехала в Милан. Свою вторую жену актер встретил несколько позже, она полностью перевернула его жизнь. Впервые увидев девушку, Сергей был готов жениться сиюминутно, но та с большой осторожностью встретила его чувства. Этой девушкой была дочь известного питерского телеведущего и журналиста Александра Невзорова – Полина Невзорова. Полина Невзорова родилась в 1981 году в семье известного телеведущего Александра Невзорова. Правда, отец ушел из семьи, когда Полине исполнилось лишь 9 лет. Она была любимой папиной дочкой, который старался всячески баловать девочку и делать ей подарки. Но все закончилось, когда в семье возник грандиозный скандал, после которого тот ушел и не вернулся, навсегда вычеркнув бывшую жену и дочи своей жизни. К слову сказать, у телеведущего вскоре появилась новая семья и родился ребенок. Но, к сожалению, даже спустя годы Невзоров так и не наладил общение с дочерью от первого брака. А у дочери на память об отце осталось только одно фото, где они запечатлены вместе. После окончания школы Полина решила стать актрисой и поступила в театральный вуз. Она очень рано осознала свою привлекательность и то, что ради нее мужчины готовы на многое. Близкие ее подруги вспоминали, как девушка легко очаровывала мужчин и пользовалась их щедростью. Они задаривали ее подарками, возили на дорогие курорты, предлагали руку и сердце. Но среди множества поклонников, уверяющих ее в вечной любви, молодая начинающая актриса очень боялась ошибиться в выборе спутника жизни. Нужно отметить, что актерская карьера у Невзоровой не задалась. Она сыграла в нескольких фильмах, и то второстепенные роли. Однако главная роль ждала Полину впереди. И это роль любящей жены и матери семерых детей в фильме под названием «Семейная жизнь». Главную роль вместе с ней исполняет и Сергей Горобченко. К слову, Полина на 9 лет моложе звездного супруга, что не мешает им быть красивой, гармоничной, но самое главное – счастливой парой. Сергей и Полина познакомились на дне рождения общего знакомого. Известному уже на то время актеру сразу понравилась веселая и энергичная девушка. И он сразу начал настойчиво ухаживать за ней. Однако Полина не спешила отвечать взаимностью, у нее на тот момент был возлюбленный, довольно состоятельный питерский бизнесмен. В дальнейшем судьба еще не раз сводила Горобченко и Невзорову вместе на различных мероприятиях. И каждый раз Сергей пытался добиться благосклонности этой девушки, имевшей огромное количество воздыхателей. Тот неизгладимый след, который оставила она в его душе, каждый раз подталкивал актера все настойчивее бороться за ее сердце. И как-то на одном из творческих вечеров Полина вдруг поняла, что влюбилась в Сергея. Страсть тут же захлестнула обоих и вскоре девушка поняла, что ждет от возлюбленного ребенка. А Горобченко, узнав, что у него родится сын, тут же предложил ей выйти за него замуж. Пара официально узаконила свои отношения в 2008 году и обвенчалась в церкви. В этом же году у них родился первенец, которого назвали Александром, в честь отца Полины. На достигнутом Полина и Сергей не стали останавливаться, спустя два года в их семье родился еще малыш, а через год еще один. Мальчиков назвали Петром и Иваном. После рождения троих сыновей Полина заявила, что готова еще раз стать матерью. Но на этот раз очень хочет девочку. Задуманное свершилось. В 2014 году в семье актера родилась долгожданная дочь Анна, ставшая настоящим подарком судьбы для семейной пары. Но и на этом супруги не остановились. После рождения малышки Сергей с Полиной, по всей видимости, вошли в азарт и решили сравнять счет, количество мальчиков равно количеству девочек. И произвели на свет Софью в 2015, Екатерину в 2016 году. А в 2017 в семье Горобченко, снова сенсация. СМИ ошарашили поклонников актера, его супруга родила седьмого ребенка, дочку Полину, названную в честь мамы героини. При этом многодетные родители то ли в шутку, то ли всерьез заверили, что останавливаться на достигнутом не собираются. Что любопытно, актер, невзирая ни на какие обстоятельства, связанные с работой, присутствовал при рождении каждого своего ребенка. Он не перестает восхищаться выдержкой и самоотверженностью своей горячо любимой жены. И сейчас, глядя на Полину Невзорову, трудно поверить, что 12 лет тому назад эта женщина, знающая себе цену, легко манипулировала мужчинами и имела множество поклонников. Сейчас она счастлива замужем и воспитывает семерых детей и обожает своего мужа. Поскольку Сергею приходится часто и надолго уезжать из дома, груз основных забот о детях лежит на ее хрупких плечах. И Сергей бесконечно благодарен Полине за то, что она обеспечивает ему надежный тыл, отчак у которого можно согреться душой. Хотелось бы также отметить, что став многодетным отцом, Горобченко перестал безответственно относиться к своему здоровью и к жизни в целом. Если раньше он с легкостью соглашался на съемках выполнять сложные рискованные трюки, то теперь делает это с большой осторожностью, понимая, что нужен своей семье живым и здоровым. Сергей уже сейчас отмечает творческие способности каждого из своих детей. Самый старший, 20-летний Глеб, у меня будущий режиссер, потому что им сняты уже две короткометражки. Он продолжает обучение, идет во взрослую серьезную режиссуру и, даст бог, будет серьезным интернациональным творческим человеком, я надеюсь. 9-летний Саша занимается боксом, плаванием, ходит в школу с английским уклоном, но и, по-моему, не лишен актерских амбиций. Петенька – поющий человек у нас, 8-летний Ваня в спорте, в хоккее, также танцы его интересуют. Дочери Горобченко еще очень маленькие, и к ним Сергей питает особые нежные чувства. Он признается, что старается ни в чем не отказывать своим девочкам, но никогда не переходит грань вседозволенности, понимая, что дети могут вырасти невнимательными и эгоистичными. Отношения Сергея и его жены можно назвать весьма гармоничными. Они любят друг друга и почти никогда не ссорятся, так как стараются в любых обстоятельствах сохранять спокойствие, доверительные и теплые чувства друг к другу. Но иногда, как признается актер, все же приходится бороться с собственными амбициями и эгоизмом. Супруги, за 12 лет, прожитых совместно под одной крышей, не давали повода для каких-либо сплетен и слухов. Для каждого из них главным является уважение и взаимопомощь, а еще верность друг другу. Глядя на эту счастливую семью, понимаешь, что для них все это не пустые звуки. Это именно то, на чем держатся их отношения. Они живут в гармонии, любви и согласии друг с другом, являясь прекрасным примером для своих отпрысков. Мы – единое целое. Я сильно привязан к семье. Понимаю, что моя обязанность – нести ответственность за близких. Мы с женой вместе уже 10 лет. Время пролетело, как один миг. Семья – это труд, а любовь – стремление быть единственными друг для друга. Надо понимать, что безоблачными отношения быть не могут. Главное – хранить верность любимому человеку. Невзирая на то, что старший отпрыск Сергея Горобченко долгое время вместе с матерью жил в Италии, он всегда поддерживал с ним связь. Актер любит Глеба, как и всех своих детей от второго брака, внимательно следит за его достижениями. А тот в свое время в Милане окончил языковую школу, учился в учебном заведении с киноуклоном, а в 18 лет снял свою первую короткометражку на английском языке Иван Роузес. Его фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале молодежного кино в Милане. А потом была еще одна короткометражная лента «Дипломная работа. Помни ее». Сценарий и музыку, которому Глеб написал самостоятельно. К слову, Сергей сыграл одну из ролей в этом фильме, что стало предметом его отцовской гордости. К тому же Глеб прекрасно ладит с младшими детьми своего отца, которые видят в нем не только брата, но и друга. В актерской среде всегда находились семьи, которые считали, что двое детей – это уже роскошь, но были и такие, кто решался на большие семьи, не жалуясь на обстоятельства и сложные времена. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!